СПОНСОР ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ФОРМУЛА В эфире Бьюти Тайм. Всем здравствуйте в ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По степени значимости выпускной бал сегодня все чаще сравнивают со свадьбой. А все потому, что наряду выпускницы уделяют не меньше внимания, чем платью невесты. Несколько дизайнерских идей по этому поводу прямо сейчас. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В жизни современных выпускников наверняка было много ярких праздников с красивыми нарядами. Но именно выпускной бал считается первым официальным торжественным событием в жизни взрослого человека. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цветочную тему в романтическом ключе представляет объемное воздушное платье. Легкий полупрозрачный шифон позволяет обыграть флористический принт складками на талии, напоминающими бутон цветка. Вечерней изысканности наряду придает глубокое декольте, но целомудренно прикрытое кружевом в тон цветочному принту. Основа этого платья – купон из бисера, пайеток и камней Сваровски. Их расположение на сетке диктует модельеру дизайн платья. Такой наряд требует идеальной посадки по фигуре. В этом случае изысканная ткань раскроется во всем своем блеске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уникальность этого наряда опять же в редкой эксклюзивной ткани. В России вышитый кристаллами и пайетками купон представлен всего в трех экземплярах. А его преобразование в платье силуэта Нью Лук – многочасовой ручной труд. Это тот случай, когда выпускной для девушки сравним с выходом на красную ковровую дорожку. Произведение искусства от Кутюр с годами будет только расти в цене. Кстати, есть у дизайнеров от Илье идеи и для мам-выпускниц, которые волнуются в преддверии праздника не меньше самих виновниц торжества. Деловой силуэт из более нарядной ткани – как раз то, что нужно для этого случая. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выпускной – это всегда волнение. Но идеально сидящее платье способно придавать уверенность для того, чтобы в память об этом вечере остались только положительные эмоции. Это «Бьюти Тайм» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всего два цвета и акцент на линию – так видит женщину этой весной команда «Ксении Дизайн». Сочетание черного с белым иногда служит фоном для более ярких оттенков. Впрочем, с этими деконструктивными линиями ахроматичная идея хороша сама по себе. У дизайнеров бренда «Мадо» романтика с характером. Есть в ней смелые и даже дерзкие нутки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какие бы тренды ни диктовали нам социальные сети, с наступлением весны всегда возникает потребность удовлетворить романтические настроения. И в этой связи в центре внимания оказываются не ультрамодные идеи, а стильное воплощение женственности и легкости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дизайнерские решения на каждый день и для особых случаев. В салоне одежды «Макси Мода». Большие размеры для больших ценителей красоты. «Макси Мода» Пушкина 60. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тесура. Роскошь в тканях. Я работаю в крупной компании. Моя жизнь – это бесконечная гонка в стремлении удержать успех. А еще на плечах дом, дети. В этом круговороте почти не остается времени на себя. Хочется вернуть молодость, энергию, азарт. Хочется снова завораживать своей красотой. Чувствовать себя желанной. Я обратилась к профессионалам. Доктора не просто смогли изменить что-то во мне. Они помогли мне найти то, чего я хочу сама. А затем исполнили мою мечту. Я обрела новую жизнь. Клиника Диплекс. Каждая достойна быть красивой. Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки». Проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Студия красоты «Гуфа». Подготовим к работе и празднику за один час. «Гуфа». Работаем для вас достойно и доступно. Телефон 266-400. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. В парикмахерский мир он пришел вместе с современной концепцией окрашивания, где важен не цвет, а плавные переходы. В свои неполные 30 Павел Шеф достиг больших высот. В кругах селебрити его знают как талантливого стилиста, а в кругах коллег-парикмахеров как внимательного к деталям скрупулезного и последовательного преподавателя. Его мастер-классы расписаны на месяцы вперед и собирают полные залы профессиональной аудитории. Началось все это вообще с детства. В принципе, с девятого класса я уже понимал, что мне это все интересно. У меня мама художник-модельер по одежде, сестра рисовала картины, бабуля певица-танцовщица. Поэтому никак я в таком окружении такой семьи не мог быть физиком. Поэтому явно тоже творческая профессия. Мне это все нравилось. Видел красоту в женщинах как-то. И мне хотелось тоже помогать, дополнять образы. И как-то все так развивалось и шло к этому. Начал пробовать и стало получаться. И пошел уже после одиннадцатого класса профессионально обучаться этому. И вот так все пошло-пошло дальше. Это должно быть изнутри. Я не могу сказать для тех, кто, знаете, там родители некоторых заставляют и говорят, типа, ну, пойди в парикмахеры. То есть как просто, типа, не получится, пойдешь в сантехнике. То есть это все-таки у людей должна быть творческая жилка. Вот если она у человека есть, если он хотя бы умеет рисовать, если он, может быть, пробовал макияж делать, да, девушка или парень. То есть творческая жилка, она должна быть, чтобы вы понимали, что это вообще у вас руки как-то и восприятие работают в правильном направлении. Вы видите, что человеку будет лучше. Оно, конечно, с каждым годом развивается, если вы стараетесь для этого, да. Но если у вас совершенно нет никаких навыков и творческого такого начала, то, наверное, будет сложнее. Однозначно позитив, чувство юмора, да, добро, любовь к людям в первую очередь. Чтобы делать красиво, нужно любить людей. И с уважением относиться к каждому клиенту, как к последнему, и создавать именно красоту для него. Я думаю, это основное. И трудолюбие, естественно, работать, работать и работать, потому что успех, его сложно очень получить. Поэтому только старания могут привести тебя к какому-то успеху и популярности. Честно говоря, я уже скучаю по такой прям салонной работе, поскольку сейчас много очень стало мастер-классов. Это примерно два раза в месяц. И, конечно же, я люблю и клиентскую работу, и работу с коллегами, с мастерами по всем городам. Мы ездим вообще во все города. И это тоже полезный труд делиться своим опытом, своими знаниями среди коллег, поскольку мне все равно все благодарны. И мне приятно, что я кому-то сделал хорошее. Но я однозначно люблю клиентскую работу, тоже скучаю, поскольку ее стало сейчас меньше. То есть у меня определенный круг клиентов. Мы новых клиентов уже новых не берем год. Ну, для меня это самое интересное. Создавать образ именно по цвету – это сложнее для меня, чем стрижка. И всегда было интересно создать цвет, который подчеркнет красоту и глаз, и оттенок кожи. То есть все это гармонично. Но, во-первых, это сложно. А мне всегда интересно, что сложно. Потому что не каждый решится заниматься цветом. А мне это очень нравится. И это интересно, красиво. Я мечтаю все-таки побольше тоже раздать знаний, собрать какую-то команду в дальнейшем, чтобы освободить себе больше времени, чтобы все-таки мы с моим директором Станиславом Давыдовым сделали общее дело. И это был салон красоты, куда мы бы приходили, вдохновляли людей. И за нас бы кто-то бы работал. Конечно, я бы в дальнейшем хотел отдыхать и не работать, просто направлять людей, чтобы была какая-то возможность сеть салонов красоты. И не работать. Ну и путешествовать по миру, ездить, отдыхать и создавать какую-то сеть такую, чтобы люди работали под нашим брендом и помогали другим стать лучше, прекраснее и красивее. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Эти девушки – известные специалисты бьюти-индустрии нашего города. Попасть к ним на макияж, примерку или консультацию мечтают многие. Ну а они, в свою очередь, мечтают сделать красивыми и счастливыми всех без исключения. Историй было много, но одна история нас очень зацепила. Написала историю сестра Эльвиры. Эльвира – молодец, она большой такой боец. Она прошла несколько курсов химиотерапии, и она борется за себя, за свое здоровье. И мы решили ей подарить такой праздник, который, надеюсь, заполнится на всю жизнь. Мы сами в таком восторге, что получилось. Очень-очень счастливы, что смогли подарить такую частичку праздника. Но в моей жизни, конечно, это не первый проект. Я курирую три года уже проект «Равный равному». Это помощь инвалидам при адаптации в социальной среде. Но тут проект получился так спонтанно, и вот девушка выиграла у Яны, пригласила меня поучаствовать. Преображение, фотосессия и подарки – вещи, способные порадовать настоящую женщину в любой жизненной ситуации. Ну а еще очень важно, что профессионалы всегда работают индивидуально. У каждого человека природой уже заложен личный стиль. И у Эли есть восточная нотка в ее внешности, поэтому я взяла за основу эту ноту и ее приукрасила в современном исполнении. Так и родился, в принципе, концепт весь общий. Эти лодочки нам подарили сталь, за что им огромное спасибо, потому что это последняя точка в нашем комплекте, которая незаменима. Это восточная внешность, яркие черты лица. Самое главное, чтобы присутствовали более естественные оттенки, чтобы не перегрузить девушку. Разница до и после бы колоссальна. Такое было удивление. Мне прям до слез, если честно, очень прям тронуло, потому что там прям у нас есть видео, ну прям до мурашек, если честно, как эта героиня очень рада была. Я очень счастлива. Индустрия красоты до конца будет оставаться красивой, пока там будет находиться место красивым делам. Авторам проектов хочется пожелать больше единомышленников, времени, сил и идей для новых преображений. Вы смотрите программу Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Говоря о костюме в женском гардеробе, всегда лучше уточнять, будет ли это сочетание жакета с юбкой или же это брючный костюм. На последних остановимся подробнее. Еще недавно стилисты рекомендовали носить по отдельности верхнюю и нижнюю часть костюма, но в последнее время в тренде именно комплекты. И носить их можно каждый день, даже если того не требует дресс-код. Если выйти за рамки представлений о классическом костюме, то перед нами открывается целый мир дизайнерских фантазий, в числе которых, например, вечерний вариант костюма. Ну и, наконец, полюбившаяся многим идея нарядной демократичности. Ее еще называют спортшик. Костюмы из ткани высокого качества с изящными декоративными элементами для неформальных ситуаций. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Соне Кривой 30. Второй фестиваль органического образа жизни Organic Nation с 1 по 3 июня на озере Тургаяк. Трехдневный семейный праздник. Йога-практики с мастерами из Индии, США, Мексики и России. Лекции и концерты. Детская анимация и вечерние шоу-программы. Регистрация на сайте organicnation.ru Студия маникюра и педикюра «Лаки» в самом центре города на Алом Поле. Профессиональная обработка и стильное покрытие. Мы работаем одноразовыми инструментами. Студия «Лаки», проспект Ленина, 65. Если нужно, поможем с парковкой. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска. На Кирово, 159. Слово «диета» теряет свою актуальность. Сегодня все чаще говорят не об ограничениях, а о системном подходе к здоровому образу жизни и правильному питанию. Что важно знать тому, кто хочет оставаться стройным, в продолжении выпуска. Тот, кто хоть раз пытался похудеть с помощью диеты, знает, какой это стресс для организма. Именно поэтому для снижения веса рекомендуется обращаться к врачу-диетологу. Здесь очень важны два момента. Снизить вес, убрать ненужное из организма, сохранить здоровье. Это самый главный принцип. Это персональный подход, с учетом даже заболеваний по желудочно-кишечному тракту. Есть заболевания, которые мешают тоже сбросить вес. Отличие диеты от системы питания заключается в том, что первое связано с ограничениями, а второе основано на системном подходе. Мне хочется, чтобы человек научился управлять своим питанием и понимать, почему это надо, и что ему это дает. Это первое. Второе. Мы в основу берем, что выполнение. Это именно рекомендации первые идут. Я так и говорю, мы будем с вами знакомиться с пищей, которую вы едите. Человек должен наработать вот эту привычку к пониманию, что это не диета, это стиль питания, который определяет все качество жизни. На самом деле, сформировать у человека здоровую привычку, человек, во-первых, должен это понять и принять. То есть в этом он должен увидеть необходимость. Это путь, который с человеком будет какое-то время, получение знаний, и главное, что получать результаты по этим знаниям. И тогда человек может управлять своим весом когда угодно и сколько угодно. А еще врачи-диетологи обычно настолько убедительны, что само общение с ними настраивает тебя на позитив и правильные действия. А потому даже достигнув желаемого результата, возникает потребность время от времени встречаться, чтобы узнавать что-то новое о своем организме и возможностях ему помочь. Еще больше сюжетов о красивой жизни, новости и анонсах событий на сайте bt31tv.ru и на наших страницах в соцсетях. А на этом выпуск завершен. До встречи. Стилисты проекта. Модный дом. Я. Имидж-студия Елены Ивановой. Продолжение следует... Продолжение следует...